Я так благодарен Ему, смотря как Бог ведет служение. Вы знаете, я очень рад, что мы уже собрали деньги. И слово мое, то, что я скажу, не повлияет на то, сколько кто положит. Потому что я так буду говорить слово, оно может вам не понравиться. И оно может быть и мне не понравится. Я рад, что детей уже увели. Потому что дети, они, может, это слово не поймут. И, может быть, станет страшно. Вы знаете, я вижу, что уже Дух Святой сделал столько работы. Мне осталось только рассказать, что Он мне положил на сердце. Тема моей проповеди будет, я как бы так хотел назвать, как бы цель страданий или испытаний. Зачем нужны нам испытания, страдания? Зачем нам нужны трудности? Вот такая как бы тема, чтобы хотелось бы с вами вместе просто в слове Писания разобрать эту тему и понять, понять, зачем нам нужно страдать, зачем нужен трудный путь, трудная жизнь. Зачем Бог нам так положил для нашей жизни? Я всем так, когда свидетельствую мирским людям, они говорят, как Богу служить, как правильно служить. Ведь там так трудно, так много может преследования, может быть какая-то борьба, недопонимание, может много проблем. Я им сверху объясняю, когда люди влюбляются, знаете, в жизни люди влюбляются в человека, в другого, и они решают полностью делиться с этим человеком всеми трудностями, всеми проблемами в жизни, принимать этого человека, которого он есть, может он несовершенный, с его проблемами. И человек делает решение, и он любовью решает покрывать все эти недостатки, все трудности, и он делает очень как дело веры, и он на всю жизнь до конца решает быть с этим человеком и разделять все, что придет в его жизнь. Так же само с Богом. Нам нужно влюбиться в Бога и принять все, что Он положил на нашу жизнь, испытания, проблемы. И не я один так думаю, вы знаете, я читаю Писание, и меня удивляет, как те, кто писал Слово Божие, как они интересно пишут о страданиях, о проблемах, об испытаниях. Допустим, апостол Иаков написал такие странные слова, вы знаете, он вообще как-то, читаешь его и думаешь, ну странный человек, что он пишет. Давайте прочитаем вместе, он пишет такое место, первая глава Иакова. Он говорит во втором стишке, прямо в самом начале, говорит, странные вещи, говорит, с великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Представьте, это нужно радоваться, когда впадаем в искушения. Думаю, ну, наверное, это он один такой странный. Может, какой-то другой апостол был более как-то благоразумный и не писал таких странных, может, мыслей. Думаю, давайте я следующего апостола возьму, прям порядком. Не буду далеко там много ходить, думаю, по порядку возьму. Читаю дальше, смотрите, апостол Петр пишет то же самое, тоже в первой главе, тоже странные вещи. Смотрите, что он пишет. Он говорит в первой главе, апостол Петр, во шестом стишке, «Осем радуйтесь, поскорбевший теперь немного, если нужно, от различных искушений». Вау! Тоже радоваться от искушений. Представьте, это может быть, наверное, они вдвоем сговорились, может, как-то там решили, может, пошутить, может, они как-то странно, знаете, читаем, ну, наверное, это только, наверное, они. Я думаю, апостол Павел бы так не написал, потому что он был мудрый человек, более грамотный, говорил на многих языках, более воспитанный. Все-таки образование его не позволило, может, так писать о страданиях. Давайте прочитаем, что он пишет. Допустим, к Кримлинам 5 глава. Он вообще странно написал. Смотрите, что он пишет. В 5 главе, 3 стишке он пишет такие слова. «И несим только, но хвалимся скорбями». Этот человек, когда у него были скорби, он не только радовался, он хвалился. Он, представьте, я вот сегодня выйду к вам и скажу, братья, сестры, представьте, какая у меня скорбь. У меня такая проблема. И начинаю рассказывать свою проблему, хвалиться ею. Но это как-то странно, представьте. Вот по-человечески это странно звучит. Но это они все предлагают. Думаю, как бы зачем, как уразуметь это все. Я думаю, что это невозможно разуметь, если Бог не даст нам это понять. Так просто своим ладским умом этого разуметь невозможно. Народ израильский, я вмикаю так в историю, смотрю, он не разумел этого. Вот давайте разберем вот так просто жизнь. Идет народ израильский, посылает 12 саглядатой посмотреть на ту землю, которую им обещал Бог. Там молоко и мед. Знаете, Бог им так хорошо сказал. Ну, пошли те саглядаты, возвращаются, говорят, там сыны инаковые, там великаны, там крепости, там столько проблем. То молоко нужно коров там доить, чтобы там молоко получить. Их надо пасти, ну да что-то делать. То, что мед, это нужно пчел заводить, там все, все, что Бог там сказал, столько проблем. А тут, смотрите, у нас уже еда есть. Пожалуйста, манна, и приходишь утром, собираешь манну. Одежду не надо шить. Если мы пойдем через реку, нужно одежду шить, нужно ее ремонтировать. У нас одежда не портится, у нас одежда, все нормально. Мы не болеем, нам не надо воевать. Смотрите, какая разница. То есть человек в здравом мысли, он выбирает себе легче путь. Зачем идти через реку? Там столько проблем. Там воевать надо, там нужно работать, нужно возделывать земли. А тут ходи себе, утром собрал себе еды на весь день. Загорай там, никаких проблем, отдыхай. Ну, ее избрали, конечно, легкое. Вы знаете, человек всегда избирает легкое. Но что Бог за это сказал им? Вы умрете все. Представьте, как бы правильно выбрали, но умерли. Но два человека были другого духа. И они сказали, пойдем и возьмем, и будем жить. Они не побоялись трудностей, они не побоялись того, тех великанов, тех проблем, тех сложностей жизни. Они вперед смотрели с радостью. Их как бы это не, они не боялись трудностей, не боялись этих проблем. Знаете, вот, допустим, другой момент. Помните народ израильский, когда вышел великан, здоровый такой, большой, дядька там, крепкий, наверное, сильный, воин с детства своего. И они все, смотря на него, боялись, написано. Боялись, стекали от него. Почему? Они смотрели на великана. Они думали, о, этот меня убьет точно. Он два раза больше меня. Он крепкий, он сильный, он мышцы там, все. Они посмотрели на него. Но пришел один, Давид, пастух, даже не воин. Он не смотрел на него, он смотрел на Бога. Он говорит, Бог, он злословит имя твое. Ох, какой большой у него широкий лоб. Любой камень попадет в такую голову. Как легко его убить. Он незащищенный. Он смотрел со всеми другими глазами. Он смотрел через Бога. Все смотрели на него, на великана и видели великана. Смотрели, что им нужно своими силами бороться с великаном. А Давид привык бороться не своими силами. Он говорит, льва там, медведя убивал. Все, не своими силами. Он не привык сам боевать. Он привык, что Бог за него воюет. Бог ведет войну. И когда он слышал этого, кто злословил Бога, он уже видел его мертвым. Потому что он знал, кто такой Бог. Вы знаете, вот так смотреть в жизни, если смотреть на эти трудности, на эти проблемы, можно бояться. Можно переживать. Можно, как бы, вы знаете, страшиться. Но если смотреть на Бога, то, как, допустим, помните, апостол Петр. Он пошел по воде. Смотрел на Иисуса Христа. И шел по воде. Когда начал смотреть на ветер, на волны. Начал тонуть. Испугался. Начал тонуть. Потом Христос его поднял. И дальше уже повел его. Понимаете, когда он смотрел на Христа, он не тонул. Он себе и шел. И мы, когда смотрим на Христа, вот эти трудности, проблемы, которые в нашей жизни будут, нам не будет страшно. Мы будем знать, что мы все пройдем. Мы все, у нас все получится. Вот эти, знаете, есть люди плотские, есть духовные. Плотские люди, даже в церкви, знаете, они смотрят на проблемы, смотрят на трудности. Они страшатся. Они боятся. Они ужасаются. Они говорят, о, будут плохие времена. Скоро будут гонения. Скоро будут проблемы. И они уже боятся наперед. Еще эти проблемы не наступили. Еще ничего не пришло. У них уже страх, переживания. Они не спят ночью. Они ходят к пророкам. Они постятся. Они молятся. Господи, удали. Господи, убери. А вы знаете, духовный, он даже не беспокоится. Гонения, проблемы. Какая проблема? Я с Богом. Бог один и тот же. Бог меня до сего дня хранил. Завтра еще лучше будет. Завтра будет лучше все. Вы знаете, помните, в Седрах, Месах и Авдинага. Пришла, поменялись там законы. Начала поклоняться кому-то. Они не стали никому поклоняться. Привели их, говорят, не хотят поклоняться. Ни стука нам ничего. Они говорят, мы только Богу. И там, когда их начали спрашивать, они говорят, мы не боимся. Бог избавит от нашей печи, от этой печи. Но если даже и не избавит, мы все равно не поклонимся. И они туда пошли. Помните, когда царь стал злой. Ему это не понравилось. Он говорит, раскалите еще сильнее печь. Еще сильнее. Те, которые кидали их в печь, сгорели. Помните, да? А потом увидел царя. А там их четверо и живые ходят. И когда он говорит, живые ли вы? Он говорит, да, живи ты, царь, мы живые. Вывел их назад. Он увидел там четверо их. И они вышли. У них запаха не было. Даже огня на одежде. Ничего на них не сгорело. Они не боялись этого огня. Они знали, что они с Богом. И там Бог в огне был. Они вышли втроем. Четвертый. Там Бог в огне и остался. Если мы пойдем через огненное испытание, написано там, Бог уже там нас ждет в этом огне. Он с нами. Он там уже поставил, там и достался тот Бог в том огне. Там. И мы должны не бояться этих испытаний, если нам нужно. Но зачем они нужны? Вот зачем понять? Зачем Бог так поставил? Вы знаете, испытания очень сильно нужны. Очень сильно нужны. И главное, все все равно будут в них попадать. Я не думаю, что найдется какой-то человек, который не проходил испытания, у которого не было проблем, у которого не было переживаний. Вы знаете, у всех, которые спросишь, и человека я спрашиваю, ну как, были испытания? Ой, да. Не спал, да. Ой, не спал. Переживал, да. Переживал. Сейчас прошло, прошло. Ты помнишь вообще, как это было? Да вроде и не так было, как я думал. Страшно. Да вроде прошло. Вы знаете, а страх такой большой. Он так боялся, он так переживал, он так все заботился, он там кричал всем молитесь, там все. А когда все прошло, вроде ничего и не было. Вот так вот человек устроен. Но они нужны нам, чтобы, во-первых, мы увидели себя. Вы знаете, у нас много недостатков. Вот как человек ведет себя в испытании, он может увидеть, что в нем. Но если человек раздражается, кричит, переживает, беспокоится, значит, там внутри у него беспокойство, переживание, там гнев, там ярость, там оно все сокрыто. Вы знаете, пока у него нет переживания, у него нет проблем, у него нет сложностей, трудностей в жизни, он нормальный. Он тихо себя ведет, он принимает вид ангела, он все хороший. Но только придут проблемы, сразу поймешь, что за человек. Он начинает просить помощи у людей, у Бога, везде, помогите, спасите, у меня проблемы. Он плачет, он рыдает, почему там внутри все такое плохое. Значит, надо человеку увидеть себя. Вы знаете, Бог, Он обязательно хочет, чтобы мы проходили через испытания. Помним, когда Христос, произошло крещение, помните, Иоанн крестил. Что сразу произошло с ним? Дух Святой повел его для чего? Для испытания. 40 дней. Дух Святой. Вы знаете, ни дьявол не повел, ни какие-то там люди не повели. Но Дух Святой повел самого Христа для испытания. И написано, что Христос был испытан. Он был испытан, и тогда Он это все совершил. И мы должны быть испытаны. Написано, оно должно быть испытание и искушение. Вы знаете, я так вникал, что такое испытание и искушение, оно приходит всегда вместе. Бог испытывает, и сатана искушает. Бог человека испытывает. Бог испытывал, допустим, Иова. Сатана, и сатана искушал. Жена приходит и говорит, да прокляни ты Бога и умри. Он говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Это сатана говорил через нее. Сатана приходил и искушал его. Бог испытывал. И вы знаете, он остался верным. И нам нужно пройти через испытания обязательно. И мы, слава Богу, будем их всегда иметь и проходить. Но как мы в этих испытаниях себя ведем? Вы знаете, плотские люди, вот я так разделяю, плотских и духовных. Написано, духовный, он понимает все. Он может судить обо всем. О нем никто не может. Плотской ничего не понимает. Вот сегодня проблема, как бы, в христианской жизни. Люди будут иметь в вид благочестивый, силы, суть отрекшийся. А вы знаете, что когда испытание приходит, тогда приходит и сила. Но если мы говорим нет испытанию, нет и силы. Сегодня христиане хотят, знаете, такую тихую, спокойную жизнь. Они говорят покой, покой. Люди представляют, что такое покой, это когда у тебя ни проблем нет, ни сложностей, и ты лежишь себе, отдыхаешь, утром встал, когда хочешь, там отдохнул, работать не надо, дети себя слушаются, все хорошо, у тебя дом в порядке, все, нет проблем. Вот это покой. Нет, дорогие друзья, покой будет только на небесах. А здесь покой, когда все плохо, когда много проблем. А ты в покое, душа твоя в покое. Ты не тревожишься, ты знаешь Бога, ты имеешь надежду, ты имеешь веру, вера в том-то и дело. Христос говорит, приду, найду ли веру на земле. Если люди отрекаются от проблем, отрекаются от всяких сложностей, конечно, у них не будет веры. Как она у них вырастет? Вера начинается тогда, когда человек сделал все и понял, что он не может пройти через эту проблему. Тогда приходит Бог, и человек видит, как Бог своей могущественной силой проводит его через эту проблему и решает эту проблему. И тогда у человека возрастает вера. И человек говорит, слава Господу, Бог провел меня через это испытание. И Бог живой. Человек растет вера, он расскажет другим, он свидетельствует о Боге. Но если отречься от проблем, отречься от всяких, как сказать, недостатков, всяких, во что мы можем попасть, где у нас будет, как у нас растет вера? Мы хотим быть верующими, мы хотим быть духовными, мы хотим быть мудрыми. А как без испытания этого достичь? Невозможно. Вы знаете, Писание очень чудное. Допустим, Павел, он говорил, что у него было много испытаний. У него было много. Если читать его, смотреть его жизнь, что он был в скорбях, но не скорбел. В гонениях, но его притеснениях, но он был непритесненный. Ему много там, все делали с ним, но ничего сделать не смогли. Потому что он всегда был с Богом. И он писал об этом всем, рассказывал, потому что это наша жизнь. Христос так же сам, он ходил по этой земле, его постоянно преследовали. Но он имел мир, он имел радость. Он в себе не беспокоился, его постоянно хотели убить, его хотели предать. Но он постоянно находился в радости, в мире, в покое. Это не мешало ему, эти испытания, проблемы не мешало быть ему, находиться в покое. И если мы хотим покой, мы не должны бояться в испытании. Вы знаете, вот так я смотрю, опять же, плотские люди и духовные. Плотские люди, они не хотят ничего делать. Они приходят даже в церковь, они не хотят никакой труд брать на себя. Не хотят ничем заниматься, не хотят сидеть на задних сиденьях, там хорошо послушать, пробовать, может хорошую песню попели, чтобы... Не трогайте их, не надо. Они так, им так нравится. Знаете, зачем брать на себя ответственность? Если им стать кем-то в церкви, это же ответственность, за это нужно отвечать, за это будет спрашивать Бог, это нужно люди будут спрашивать, это будет много всяких сложностей. Зачем это надо, если просто тихо, мирно пожить? Знаете, всем обществом дойти до Бога при встрече с Богом. Они думают, что вот так вот все дойдут, так как бы общим течением с церковью доплывут. Но это страх, это человек боится трудностей, он не хочет. Знаете, есть люди, я помню, я вижу даже молодые парни, молодые девушки, я опять же говорю, вы можете на меня, может, обидеться, но я не виноват, так учит Писание. Я, может, даже против себя что-то сейчас сегодня скажу, но апостол Павел говорит, если бы я угождал людям, я бы не смог угодить Богу. Поэтому я сегодня не хочу никому здесь угождать, дорогие друзья, не хочу никого как бы особо выставлять или кого-то укорять. Но я так понимаю Писание, так меня Бог научил, и я в это верю. И смотрю, так верят, так же само понимают эти апостолы, Христос. Такое учение у нас. Написано, в последнее время учения будут истинно отвергать, потому что оно будет, ну, не нравится людям, не хочется людям страдать, не хочется людям проблем, зачем оно надо. Не хочется ответственности. Я вот так смотрю, и так людей в жизни просто, ну, можно сравнивать. Знаете, те на Велфере, которые там черные, говорят, их много, им легче жить. Он пришел, получил чек, ему там 500 долларов в месяц дали, он заплатил 50 долларов за квартиру, у него еще 400 чем-то осталось там на бензин, на жизнь. Он себе тихо живет, ему нравится, ему не надо никакой ответственности, ему не волнует все остальные люди, он себе тихо, ну, пошел там наркотиков купил, еще расслабился. Классная жизнь. Каждый месяц чек, он знает, что будет чек. Знаете, дети рождаются, он их учит. Дети, зачем вам эта учеба там, работа, смотрите, как я живу. У нас все есть, кушать, пожалуйста, фудстемпы, пошел, дают, кушаем. Смотрите, одежда, все бесплатно, пошел оделся, каждый день новую. Все нормально, квартира дешевая. Дети смотрят, вырастают, говорят, хорошо, папа, мама, еще и кайфовать будем, наркотики, о, класс, так и живут, знаете, их так научили, такая жизнь. Но некоторые из них думают, ну да, хорошо, ну, надо что-то делать, может быть, лучше. Идут на работу, рано вставать, вы знаете, рано вставать, нелегко. Работать надо, мало платят, ты черный человек, знаете, мало платят, надо учиться, нужно прилагать усилия. Они учатся, работают, достигают чего-то. И вы знаете, трудностей больше, больше билов. Машину надо покупать, надо покупать иншуринс на машину, надо рано вставать, надо много работать, надо вовремя приходить, вовремя уходить, много проблем, труднее жизнь, знаете, но они идут, делают, стараются. Потом, если вырастает третье поколение, они думают, ага, подождите, хорошо на работу ходить, хорошо, как сказать, свою машину иметь, но может быть еще чего-то большего. Они бросают работу, открывают свой бизнес, а там еще больше проблем, еще больше трудностей. Там нужно больше билы платить, надо покупать тулс, надо покупать всякие вещи больше, больше иншуринсы, больше машины, надо дом свой покупать, опять больше платежей. И знаете, чем дальше, чем выше человек растет, чем больше он достигает, тем больше трудностей, тем больше проблем, тем больше сложностей. Потом человек хочет стать, знаете, выше, может каким-то гавернером или еще кем-то, и он ответственный за людей, на него люди смотрят, он должен научиться себя правильно научиться вести, правильно говорить, правильно действовать. И я смотрю, в мире, чем больше человек делает, тем больше у него проблем. Но что нам избрать, ничего не делать? Духовный вэлфер? Сидеть в церкви, прокатим, в церкви тепло, затопили, в церкви расскажут нам сейчас красивыми словами, люди там, Духом Святым, о классно, сейчас споют нам, о споют, все спели, хорошо, нам всем хорошо, мы на вэлфере. Вы знаете, кайф, о, Дух Святой сошел, о, какая радость, о, покайфовали, хорошо. Знаете, те же самые вот эти вэлферовщики, только духовные. Ну, не знаю, кто как хочет, кто так и живет, конечно. Я, вы знаете, много могу говорить, ну, время все-таки короткое, но я думаю, вы меня немного поняли, что трудности нужны. Нужны нам трудности видеть себя, чтобы возрастать духовно, чтобы больше понимать Бога, нужно проходить через разные интересные вещи. Вы знаете, у меня тут в Шеретоне много трудностей всяких постигает. Я так благодарю Бога, я думаю, что я стал умнее, я думаю, что у меня меньше страха стало, я меньше боюсь, я меньше переживаю. Чем больше трудностей, тем легче мне жить. Мне уже вот эти мелкие трудности, уже совсем не трудности. Я так знаю, у меня там суды, пересуды, я думаю, всего такой суд. Да, я уже больше суды видел. А, такие, так люди обо мне говорят, да я слышал хуже. Уже, знаете, меньше, но плоской человек, он переживает. Ой, ой, суд, ой, что бы мне скажут, что бы мне говорит Шеретоновская церковь. Что сказали там в церкви Шеретоновские о нас? Как они о нас думают? Ой, плохо сказали, надо же сделать что-то, чтобы лучше говорили. Как же людей переманить, как бы сказать, чтобы они о нас лучше думали. Знаете, он переживает, плоской человек, плоском умом, надмивается, переживает, знаете. А духовный он не переживает, он думает, как угодить Богу. Как угодить Богу? Как сделать так, чтобы Бог обо мне лучше думал? Чтобы, когда я прохожу через эту трудность, которую он мне послал, как мне остаться верным? Как не упасть? Как сохранить себя в этой трудности, чтобы Бог пришел и помог мне? Чтобы Бог сказал, верный раб, добрый, хороший раб. Знаете, а что нам избирать? Что на нас люди думают или что Бог? Что важнее? И вот тут каждый может решать, знаете. Я сейчас уже в последнее время мало переживаю, что обо мне люди думают. Написано, перед Богом нужно ходить. Аврааму Бог сказал, ходи предо мною и будь непорочным. Вы знаете, люди всегда увидят тебя порочным. Люди всегда найдут недостаток. Люди всегда скажут, да он вот такой, но вот не такой. Вот такой, такой. И найдут. Но Бог, он не такой. Бог, он знает нас. И я хочу в заключении как бы прочитать хотя бы что-то немножко еще. О страданиях, конечно, обогненных. Ну, написано даже опять, я так специально и дочитывал, что тут сразу ответ, что тот же Петр, или, да, Петр, допустим, так же само пишет, что Испытанная ваша вера, вот эти различные искушения, это чтоб испыталась ваша вера, оказалось драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытанного золота, к похвале и чести, славе в явлении Иисуса Христа. Это Петр говорит. То есть испытание, нужно чтоб вера испыталась, и она осталась драгоценной, чтоб она росла. Опять же, смотрите, допустим, Яков пишет, зачем нужно страдание. Он пишет такие слова в первой главе, опять же, зная, что испытание вашей веры производит терпение. В терпении же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, вот эти трудности испытания нашей веры, они должны, то есть мы должны верить Богу, написано много скорбей у праведника, но от всех их избавит Господь. То есть, когда скорби приходят, приходят страдания, тут подходит наша вера, мы верим, что Бог нас проведет через это, что Он нам даст победу. И тогда оно производит терпение, мы терпим в надежде, что Бог нас проведет через это испытание, Он нам даст силы, даст силы победить. И когда это совершается, наша вера, она это совершенное действие, чтобы мы были без недостатка. Бог посылает нам это, чтобы не было недостатка. В другом месте написано, апостол Павел пишет тоже, опять, смотрите, в 5 главе также написано, «Осем только хвалите скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». То есть, когда приходит скорбь, мы опять же терпим скорбь, мы переносим скорбь, мы не отказываемся от скорби, мы не говорим, Боже, удали скорбь, Боже, удали печаль. Мы находимся в скорби, и происходит терпение. Потом написано, от терпения и опытность. То есть, человек становится опытным, ему приходит проблема, у него уже опыт, у него это было раньше, он уже это, его это уже не берет. И смотрите, опытность, потом от опытности надежда, надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца нашим Духом Святым, данным нам. Прекрасные места. И, конечно, конец я хотел бы прочитать, допустим, Петра. Возлюбленные, это в 4 главе, 1 Петра, 4 глава. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, опять же, радуйтесь, да в явлении славы Его возрадуйтесь, восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, вы блаженны. Ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулица, а вами прославляется. И дальше я хочу, как бы, много не читать, дальше в конце, в 5 главе написаны такие слова. Вот это очень важно, я хотел бы оставить для нас. Смиритесь под крепкую руку Божию, 5 глава, 6 стих. Да вознесет вас свое время, все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого-либо поглотить. Противостойте Ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Божий всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременным страданиям вашим совершит вас, утвердит, укрепит и соделает непоколебимыми. Слава Богу нашему, Ему слава и держава вовеки. Аминь.